И сегодня первая игра, которая пройдет в Германии под комментарием Михаила Поленова и Романа Куцайта. Добрый вечер. Интригу в Еврокубках и особенно в финалах Лиги Чемпионов. Безусловно, этот... Голов африканских футболистов в Лиге Чемпионов, забив свой десятый мяч всех матчей, в которых он играл, он забивал. Что-то будет сегодня вечером в Мюнхене, эти команды прекрасно друг другу. Лиги Чемпионов называется немного иначе, поскольку запрещены определенные спонсорские наименования. Опытывали довольно серьезные проблемы, и структурные, и системные, и с отдельно взятыми играми. Хочет не только стать лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги Чемпионов, но и доказать Мухаммеду Салаху, что номер один. Пария против Реала в полуфинале Лиги Чемпионов, самая популярная пара в истории этого турнира. Мануэль Нойер, получивший повреждения в самом начале сезона, и место в воротах, что вполне ожидаемо. По дистанты Арен Робин и девятый Роберт Ливандовский. Состав, которому могут позавидовать... Зизу, главный тренер мадридского Реала, пока представляем вам арбитров сегодняшней встречи. Сразу же у Реала одновременно такое нечасто бывало. Остались запасы и Бензима, и Бейл. При том, что оба они сдают. С тех пор, как были победы над мадридским Атлетико и Ювентусом одержаны, действительно, сегодня в полуфинале, в главном матче сезона. Итак, звучит свисток Бьерна Кюперса. Начинается игра. Бавария, естественно, в красном. Реал в выездной своей Манде. Столкновение Ариен Робин. Здесь против него Казимира. Но Робин с мячом. Еще одна передача верхом. Лукас. Хочется, наверное, верить, что нет. Выбегают к нему врачи и сразу же начинают колдовать над ушибленной ногой. Почему не катастрофа? Да, конечно, команда перестроится. Будет немножко, наверное, по-другому выглядеть расположение игроков в атакующем. Еще одна передача верхом. Лукас Васкес. Неудачно выносит мяч. Хамес. Отскок мяча. Рибери. Искор. А мы еще раз смотрим момент, когда Рибери пробрасывал мяч штрафной. Но нет, здесь мяч даже не в руку попал, а в плечо или в грудь. Поэтому, наверное, все-таки от пенальти здесь было довольно далеко. Реала были с боем в этом лигочемпионском сезоне. И две игры с Тоттенхэмом. Неудачная по качеству и, естественно, ответная игра против Девенса. Здесь Серкерамос лежит на газоне, всем видом намекая, что фалил в борьбе с ним Роберт Ливандовский. И лишь спустя секунд 10-15 дал свисток Бьерн Кюйперс. Смотрим, что было. Да, борются они за мяч. Ну, Рамос сыграл сначала в мяч, потом ноги встретились. Это действительно болезненно. И одному и другому досталось. Ну, здесь однозначно. Тачо растягивает Реал оборону. Баварии. Момент для Карвахаля. Плотный хороший удар. Свена Ульраев все видел, мяч забрал. Вот Реал, кстати, с Баварией сейчас сыграл ее в оружии. Отбор на чужой половине поля и доведение атаки до удара. Да, действительно, удар произошел после того, как не очень удачно действовал Рафиньян. По сути, удобно для Дани Холстан. Смотрите, вот это уже очень интересно. Йосу Акимих и Рибери бежит. Ливандовский бежит. Кимих будет бить сам. Это гол! 1-0! Бавария вышла вперед. Но это же надо, чтобы именно Йосу Акимих проигнорировал таких партнеров, как Ливандовский и Рибери. Но он попал, и он прав. На жаргоне современном для молодежи просто-напросто он развел сейчас Кейлора Наваса. Все ждали передачи в штрафную, а он взял и пробил поворотом. 1-0! Бавария вышла вперед в первой после... Передача Лукас Васкес, но оказался он не точен. Буатен понесся вперед и чуть было не убежал. Не только от Тони Кросса, но еще... Еще одна замена. Две вынужденных перестановки у Баварии только в первом тайме. Минус Буатен. Хватился то ли... Ну, чисто говоря, не разглядел за что. Кажется, то ли за пах, то ли за мышцу на ноге. Вот в эпизоде борьбы, когда он проталкивал мяч дальше и сразу же свалился на газон. Вот еще раз момент. Его здесь встречает Тони Кросс. И Буатен, тянувшись к мячу, может быть, получил повреждение. Все вам помнят, что вчера серьезнейшую травму Алекс Окслад Чемберлин получил. Рибери, но зато плюс один гол. И Бавария продолжает атаковать Анкадера. Рибери, надо забивать второй Франк Рибери. Пока таких шансов совсем немного, чтобы их транжирить. И это Франк Рибери. Да, но тут, конечно, никаких не может быть объяснений. Чтобы Рибери не справился с обработкой мяча. Такое, конечно, бывает очень-очень редко. Внимание. Для него это тоже, кстати, проблема. Драгма Буатен к игре. Что-то не самое главное. Пошла подача. Ливандовский скидка. И удар Хумельса. Не головой, а ногой. Но противоход вратарю в дальний угол. Это было опасно. Кстати, Ливандовский скидка – это то, что мечтает услышать Флорентино Перес. Очень много в последние месяцы в испанской прессе информации. Роналду. Вы тоже об этом подумали. Удар Марселла. 1-1. 1-1. Как и Бавария забила в момент, когда она не демонстрировала, пожалуй, свой лучший футбол. Так и мадридская команда отличилась за полторы минуты до того, как команда отправится на перерыв. Ну и вы тоже ведь об этом подумали. Роналду хотел пробить через себя, как и в матче гостевом с Ювентусом. Да, вот здесь Роналду примеривался, примеривался, а пробил Марселла. Крайние защитники сегодня забивают. Один гол краша другого, но это Марселло. Фантастический удар. Мяч, правда, под рукой у Ульрайха скользит. Мог ли здесь... А, нет, не под рукой. Вратарь даже... За Барселону здесь есть Хамес, но все-таки идет подача. Удар и Кейлор Навас. Вот здесь справился. Не сразу, но забрал. Повезло ему, что мяч в него пошел после удара Роберта Ливандовского. Наиграл ли Бавария больше, чем на один мяч? Наверное, да, по моментам. Но сказать, что вот такой вот игровой перевес, опять же, в классическом полуфинале Чемпионской лиги. Перерыв. Уже, кроме пропущенного мяча, две проблемы в виде травм, замененный из-за повреждений. Вместо Аргена Робена главный тренер Баварии Юбханькес. У Зинадина Зидана пока без замен ворота. Жестко, но обошелся Кюперс без предупреждения. Смотрим за тем, как пойдет игра во втором тайме. С первых минут на площади Мадридского Реала. Против него Казимира Риберей обыгрывает Казимира. Прострел! И не оказывается мяч в щетке. Рамос, Марс Рамос такой, если угодно. Или Рамоселло вдвоем накрыли Роберта Ливандовского. Как же здорово разыграл Риберей. Качнул соперника и дальше катил на линию вратарской. Но здесь успевает. Даже Таваран сыграл. Ставит корпус. Сохраняет мяч в поле. Но Рафаэль Варан очень хороший. В этой серии единоборств. И в итоге зарабатывает штрафной для своей команды. Ну и здесь уже другие эмоции. Здесь уже обмен мнениями. Еще раз смотрим, как... Рафини это может быть голевая атака Королевского клуба. Баскетс Марко Асенсио. Один на один удар. Два один в пользу Реала. Как и в прошлом году. Ох, красиво. Красиво завернул. Да, история повторяется. По крайней мере на 57-й минуте. Но это, конечно, персональная катастрофа Юсио Кимиха, который организовал привоз. И вот они два свежих новых имени Реала. Хотя уже не сказать, чтобы очень новые. Но по-прежнему свежие. А какая ошибка от Юсио Кимиха? Асенсио и Васкес разыгрывают двоечку. Но и здесь вообще без вариантов для Улера. Такая-то позиция абсолютно расстрельная. И Асенсио не позволяет себе промахнуться в этом эпизод. А вот Франк Рибери. И мяч под правой ногой. Рибери убрал Казимир. И на вас! Вот здесь выручил по наставке. К углу поля от Кимиха пошла подача. Даже для такого высокого парня, как Кави Мартинес, это было слишком. А вот еще раз момент, когда великолепно сыграл на паузе. Как убрал Казимира Франк Рибери. Великолепное действие. И дальше уже Кейлор Навас. В общем-то в свое... Бавария зажимает Реал в его штрафной. Бьет Ягваль Кантера. Что здесь нет офсайда? Удар! И опять на пути мяча Кейлор Навас. Это третий шанс Франка Рибери в этом матче. Так, все-таки выбит мяч за пределы поля. Потому что Даня Карвахай схватился тут же за ногу. Выбивает за пределы поля. И он травму получает в сегодняшней игре. Но уже в общем-то на достаточно ровном месте. Давайте смотреть еще раз, что здесь было. Вернул и своей команде дает возможность далее прессинговать. А Карвахай продолжает. Падает на газон. Но его надо уже, наверное, игрокам Баварии вынести практически на руках за пределы поля. Я считаю, что сейчас Кантера в ближайшее время. Йосу Акимих подает штрафную. Момент, где мяч. Как он не попал в ворот? Оказывается. Много разного говорили по поводу Франка Рибери и Ариена Робина. Особенно. Давайте еще раз посмотрим за моментом. И поймем, как же мяч в ворот не попал. Выигрывает здесь варан воздух. Но, как выясняется, для Мюллера. А пробить-то не дали. Серхио Рамос навязал. Минюм один. Передача именно на Криро. Не было ли там игры рукой? Была. Была этот гол Роналду не будет засчитан. Но была или нет, это пока что повтор. А судья уже решение принял. Криштиану недоволен. Конечно, чуть не плачет. Но мяч не засчитан. Ну пробил-то потом как здорово Криштиану Роналду. Тиагу Алькантру или Арина Робина. У кого-то еще добавить. Но в резерве Сандро Вагнер. Пуалисо Руди и Бернат. Или Кингсли Камана травмированного. Так, Алькантра. Но повышен этот Кюперс. А ему вообще все равно. Ну теперь мы знаем, что Тиагу точно может сыграть какого-нибудь гангстера в кино. Потому что как бы эпизод, этот микроэпизод, он выиграл Лукаса Васкеса здесь. Штрафной. Все-таки назначает Бьерн Кюперс. Видимо, ждал подсказку от ассистента. Неправ был здесь Киземира. За что получает еще и желтую карточку. Нарушив правила против Хамеса Родригеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова